Всем привет, ребятки! Как вы думаете, во сколько надо начинать заниматься музыкой? Может быть, некоторые скажут, что хотя бы в детстве. А во сколько лет? В семь, в восемь, может быть, в девять. Сейчас я расскажу вам о человеке, который начал заниматься музыкой в четыре года. В четыре года! А что вы делали в четыре года? Я в четыре года ел песок и крутил косички своим подружкам в песочнице. А вы чем занимались? Пишите в комментарии. А сейчас мы поговорим с вами о мультиинструменталисте, преподавателе, музыкальном продюсере Томасе Ленге. Погнали! Начал он заниматься музыкой в четыре года. А точнее, не начал, а захотел заниматься, увидев по телеку выступления музыкальной группы. Он очень удивился, потому что, как все, кто играл в группе, стояли, а барабанщик сидел. Вот это власть! Подумал он. И захотел узнать больше об этом человеке. Некоторое время спустя он пришел на концерт местной группы в Вене, где, в принципе, он и проживал, и увидел этого барабанщика вживую. Подойдя к бас-бочке, он не поверил своим глазам, что у этого человека был такой огромный музыкальный инструмент, во много раз больше, чем у остальных. Он точно должен быть главным? Подумал он. В этот момент барабанщик начал играть на бочке. И Томаса просто сдуло силой удара. И тогда в его мозгу поселилась эта болезнь, музыкальная болезнь, которая до сих пор живет в его мозгу. Томасу очень повезло с учителем. Ему невероятно повезло, что такой великий мастер преподавал в местной школе музыкальной в его городе. Его мама очень ему помогала. В этом, конечно, ему тоже повезло. Она хотела, чтобы он добился успеха именно в том, чем он реально хочет заниматься. А хотел он заниматься барабанами. С четырех лет преподаватель его начал сразу учить методики практикования, как сосредотачиваться на длинной дистанции, как ставить себе цели и тому подобное. И только после изучения этой литературы Томас взял в руки барабанные палочки. Это очень невероятная система обучения на музыкальном инструменте. Сначала подается литература о том, как правильно практиковаться, о том, как правильно ставить цели, о том, как их достигать, методичная практика, сосредоточенность. А только потом начинать практиковаться на своем музыкальном инструменте. Я думаю, эту тему мы позже тоже разберем. Томас обучался по книге, по которой обучался сам великий Викфёрд. Если что, Викфёрд это самый молодой джазовый барабанщик в симфоническом оркестре за всю историю его существования. А также он еще открыл фирму по производству самых, 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 самых популярных палочек под названием, конечно, Викфёрд. Томас очень сильно загорелся маршевой игрой и начал изучать рудименты. И только после шести лет, внимание, шести лет, да, он изучал рудименты и маршевую игру на одном барабане шесть лет. И только через шесть лет он приступил к продвинутым тренировкам на самой ударной установке. Он развивал классические произведения и четырехстороннюю координацию. Если кто-то не знает, четырехсторонняя координация это когда ты можешь каждой конечностью, руками и ногами, играть разные рисунки. Он занимался на барабанах дома в подвале. И, конечно же, конечно же, все в районе знали, что здесь живет барабанщик. Потому что, когда ты играешь на барабанах, это довольно очень сложно скрыть. Особенно, если это акустические барабаны. Но в то время, когда Томас учился играть на барабанах, электронных барабанов, конечно же, не было еще. Поэтому все в районе знали, что в этом доме живет барабанщик. Томас Лэнг черпал идеи у самых величайших барабанщиков. Это Бадди Ричи, это Рингестар. В каждом стиле музыки у него было с десяток любимых барабанщиков. А Томас Лэнг любил играть разные стили музыки. Он не ударялся в один какой-то отдельный стиль музыки. В джазовый, или в металл, или в рок. Нет. Ему именно нравилось только играть на барабанах. Какой стиль игры, это ему было не важно. Он занимался всеми стилями, черпая из каждого что-то новое. Томас Лэнг особо ни с кем не дружил, потому что ему было некогда. Он не особо гулял на улице. Он просто сидел дома в подвале и занимался на своем любимом инструменте. И однажды, через несколько лет, к нему в дом просто постучался местный гитарист, который захотел поджемить с ним. Томас согласился. И уже через несколько дней они играли на местной сцене городка небольшого, в котором они жили. Небольшой концерт. Спустя полгода он познакомился со всеми музыкантами города. И играл уже по несколько концертов в этом городе с разными людьми. Позже в старшей школе у него было просто немыслимое количество групп, в которых он постоянно играл. Позже он поступил в консерваторию. И о нем узнал еще больше людей. Он был таким человеком, что утром он мог играть на пляжной вечеринке какой-нибудь хип-хоп. А вечером с джазовым ансамблем он выступал где-то в театре. Благодаря этому о нем узнали очень много людей. Из-за того, что он играл много стилей музыки, его брали везде. Уже в 16 лет он ездил в туры, в небольшие туры по Европе с великими поп-музыкантами. И делал себе имя. Его постоянно брали на записи различных концертов, различных групп. И так он стал очень известен в узком круге людей. Но однажды настал момент, когда Томас понял, что незнание английского языка очень сильно ограничивает его. И что же он решил сделать? Он просто решил переехать в Британию. Почему в Британию? Потому что британская музыка была для него всем. Он просто ее обожал. Он боготворил ее. И поэтому он решил начать с чистого листа и без знакомств, без всяких связей переехать в Британию и начать жизнь там. Что он, в принципе, в 1990 году и сделал. По прибытию в Британию он позвонил своему дальнему знакомому, с которым он когда-то там давным-давно обменивался CD-дисками со своими выступлениями. Тот ему сразу предложил поучаствовать в небольшом джеме в местном паб-баре. На что Томас, конечно же, согласился. На следующий день они уже давали небольшой концерт в ближайшем баре. После чего этот знакомый познакомил его с другими музыкантами, с гитаристами, с саксофонистами и с клавишниками. Которые ему сразу же предложили на следующий день прийти к ним в гости в студию звукозаписи и записать с ними партию барабанную для их сольного альбома. Спустя три дня после записи на студии Томас уже участвовал в двух концертах с этими гитаристами. Так, постепенно, благодаря сарафанному радио, о нем узнали и в Британии. Он стал очень известен, очень популярен в музыкальных кругах. Его брали везде. Он был на расхват. И так как, я напомню, он владел большим количеством стилей музыки, его брали абсолютно везде. Его могли взять в поп-группу, поиграть на концерте. Потом симфотический оркестр мог заменить им другого какого-то барабанщика. И так он полностью, все свое время посвящал игре на барабанах. Он полностью углубился в эту игру. Благодаря тому, что Томас в детстве прочитал большое количество литературы о организации времени, о практике и методике развития в музыкальном бизнесе, он очень хорошо умел ограничивать себя в работе, потому что у него была семья, у него была жена и двое детей, и он не мог все время работать. Поэтому он выработал себе план, по которому максимальное количество времени, которое он мог посвятить турам по Европе или миру, это было пять месяцев. Остальное время он занимался дома. Он был дома с детьми, с женой. И, в общем-то, посвящал время все свое семье. Томас Лэнг являлся и до сих пор является хедлайнером на любом барабанном мероприятии, на которое он приезжает. Его постоянно приглашают в музыкальные университеты на семинары по барабанному искусству. И на минуточку Томас Лэнг получил 23 премии, внимание, 23 премии за лучшего студийную запись, за лучшего барабанщика, за лучшего музыкального исполнителя. И тому подобное. Томас Лэнг выпустил уйма DVD-школ для барабанщиков, которые стали суперизвестны, переведены в более чем на 35 языков планеты, по которым и я учился, и вам всем советую, если вы начинаете учиться барабанному искусству. У Томаса Лэнга есть своя эксклюзивная школа в Лос-Анджелесе, в которой он обучает людей правильно практиковаться, ну и, конечно, играть на музыкальном инструменте. Иногда Томас играет со своими учениками по 8 часов в день. Вы представляете, ваш кумир будет играть с вами на вашем любимом инструменте по 8 часов в день. Я думаю, каждый из вас хотел бы этого. Ну, а я-то уж точно. В 2011 году Томас Лэнг запустил барабанное мероприятие ежегодное под названием The Big Drum Bonanza, на котором в течение недели все величайшие барабанщики делятся своим опытом с молодежью, делают мастер-классы, фотосессии и тому подобное. Вообще, Томас Лэнг потратил очень много усилий и денег на то, чтобы помогать молодым барабанщикам развиваться. Создал много школ, создал много мероприятий и очень сильно популяризировал саму барабанную игру в мире. В 1995 году он создал свой дебютный сольный проект, который возглавил чарты в Европе и набрал очень много положительных отзывов. С тех пор он постоянно создает свои сольные проекты, песни, которые вы можете послушать на различных музыкальных соцсетях, во всяких спотифаях, Яндекс.Музыке и тому подобное. Также он был одним из семи барабанщиков, которые участвовали в прослушивании в группу Dream Theater. Я думаю, кто выиграл, вы знаете. Ну а если нет, то в описании будет ссылка на это реальти-шоу, на котором были все прослушивания и вы увидите, кто же победил. Томас Лэнг никогда не верил в талант, он верил в страсть, он верил в желание играть на инструменте. И я с ним полностью согласен. Потому что что такое талант? Талант это желание, желание играть на своем любимом инструменте максимальное количество времени. И не важно, есть оно у вас или нет. Если вы хотите играть на инструменте, вы всегда найдете время для этого. Я думаю, если вы хотите, чтобы я снял видео по тому, как правильно практиковаться на своем музыкальном инструменте, и вообще, что такое талант и есть ли он у вас, пожалуйста, напишите в комментарии ваше желание. И тогда, если много комментариев наберется, очень много, прям очень много, то я, пожалуй, сниму такое видео специально для вас. Также Томас Лэнг считает, что творческий человек должен мыслить нестандартно. И поэтому все величайшие ученые, музыканты, они идут не по проложенной уже заранее дорожке, а меняют полностью весь уклад, устоявшийся в обществе. Поэтому они становятся такими известными, популярными. И мир меняется благодаря им. А вот мой канал изменится к лучшему, если вы подпишетесь на меня, поставите колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. И, конечно же, лайк. И обязательно напишите в комментарии, какую звезду или какого человека вы хотели бы, чтобы я рассмотрел в следующем видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем удачки. И, конечно же, покедова. Спасибо.